Информация о том, что в Доволенском районе готовы пустить под нож почти 700 молочных коров, быстро разлетелась по просторам интернета. Во многом благодаря новосибирским коммунистам, которые отдали под эту новость полполосы партийного издания, определились, кто займется спасением и поголовья, и хозяйства. Так депутат Госдумы Абалаков называет это не иначе, как преступлением перед государством. Инициировал столь серьезное разбирательство на высоком уровне главный акционер хозяйства Суздальское, ныне исполняющий обязанности директора хозяйства Игорь Горюнов. Однако в этой истории далеко не все однозначно. Андрей Белкин отправился в Доволенский район, чтобы разобраться на месте. Флагман сельского хозяйства района. Образцово-показательные фермы, победители соревнований разного уровня и предприятия, которые находятся на грани банкротства. Миллионные долги, арестованное имущество, конкурсный управляющий. Все эти противоположные эпитеты в адрес одного хозяйства. Это путь за последние годы зао Суздальское. Решение всех возникших вопросов уже переросло из чисто хозяйственных в политическое. Трудно сомневаться, что на фоне предстоящих избирательных кампаний на проблемные участки в вечной оппозиции будет кинута тяжелая артиллерия. Вот, судя по партийным изданиям, на сельские территории коммунисты бросают депутата Государственной Думы. Видимо, Александр Балаков из опыта управления ЖКХ, который чувствовали жители указа Ильцовская, Ботаническая и так далее, просто необходим аграрным территориям. Оно, наверное, и правильно. Чем больше сил будет отдаваться сельскому хозяйству, тем проще будет выжить крестьянам в наше нелегкое время. Инициировал столь большое внимание к хозяйству вот этот человек. Основной акционер, долгое время являвшийся директором сузарьского хозяйства, это его бизнес. Начнем с главного. 680 голов скота под нож. Действительно, такое стадо в хозяйстве было лет пять назад. Еще раньше доходило до тысячи голов. Однако сегодня, согласно официальной статистике, их 330. Некогда ухоженные фермы, вычесанные коровы. Теперь это далекое и счастливое прошлое. Вот этот теленок первые часы своей жизни проводит в навозе и выгребной яме. Его собратьям, появившимся на свет раньше, повезло больше. Они хоть и по шесть телят в одной клетке, предназначенной для одного, зато там есть что-то отдаленное, напоминающее подстилку. Молокопровода нет, доярки носят ведрами. Это лишь часть того, что мы увидели своими глазами, не специалистов. Но так сегодня выглядят будни суздальского животноводства. Однако все беды начались не из-за этого. У предприятия долгов под 40 миллионов рублей. Более 7 миллионов долг по заработной плате. Светлана и Сергей Бугай долгое время работали в хозяйстве. Он главным ветврачом, она заведующая хлебопекарней. Одна семья на одном предприятии. Их жизнь напрямую зависела от хозяйства. По осени Сергей вынужден был уволиться, так как на лечение 4-летней дочери необходимы наличные деньги. Это было для него единственным выходом, учитывая сколько времени он не видел эту самую наличку. С 1 октября я расчет так и не увидел. У меня на руках два судебных решения. То есть где-то в августе мы подавали с супругой в суд на предприятие по задолженности по зарплате. Ну, надеюсь, что хоть как-то мы ее увидим. Решение суда было проигнорировано. После увольнения я почти два месяца ждал, что он все-таки, как обещал, рассчитает. Но когда уже почти два месяца прошло, я понял, что денег я не увижу, я подал в районный суд. Его жену так вообще попросту уволили, когда работницы пекарни, действуя в рамках закона, отказались заниматься производством. Не вышли мы на работу с 1 октября, но в результате 9 октября я была уволена. В поисках справедливости молодые специалисты пишут на все уровни власти, вплоть до президента страны. И, конечно, обращение в судебные органы. Для начала мы обратились к мировому судье в Довольнский судебный участок. Решение на руки мы получили, решение отдали судебным приставам, исполнительные листы получили на руки. Это был уже в сентябре месяц, дело же все-таки длительное. В сентябре месяце исполнительные листы пришли исполняющему обязанности директора Игоря Николаевича Горюнову. Решений никаких с его стороны предпринято не было. Он сказал, топите печку, господа, вашими исполнительными листами. Это было дословно, он мне это сам лично сказал. Директор хозяйства не скрывает, что уволившиеся деньги увидят не скоро. В первую очередь выдадут тем, кто еще держится на производстве. Вот только опять же вопрос, когда? Это интересует и прокуратуру. По факту невыплаты заработной платы неоднократно проводились проверки. По выявленным нарушениям прокуратуры района применялись меры прокурорского реагирования. В том числе неоднократно привлекался к административной ответственности Горюнов Игорь Николаевич, который также был дисквалифицирован на один год. Бывший руководитель, но по-прежнему главный акционер хозяйства считает, что к банкротству ведут целенаправленно. Вы сказали, что меня целенаправленно к банкротству. По сути, мысль была такая. Да. Кто? Да. Конкурсный управляющий. Конкурсный управляющий, которым сегодня дана власть. По словам районных властей, действия внешнего управления напрямую связаны с выплатой зарплаты. Люди прежде всего. Да и руководителю хозяйства не раз говорили по этому поводу на специальной комиссии. Последний разговор, который у нас состоялся с Горюновым Игорем Николаевичем, он подтверждает, что в течение четырех месяцев он должен рассчитаться. Что по текущую заработную плату он выплачивает полностью. И заработная плата сегодня гасится не только денежными средствами, но и выдается натуроплатой. На самом деле сумма в сравнении с общим долгом невелика. Так многие работники получают в районе четырех тысяч рублей. Это вполне можно погасить. Ну, например, пару раз не заправив собственную машину. Хотя, по мнению Горюнова, чтобы встать на ноги, сумма должна быть несколько иной. Встать на ноги, ну, если, ну, скажу сразу, 40 миллионов для того, чтобы закрыть, да, этот банк. Если он не идет нам на какие. А для того, чтобы я сегодня маленько вместе с людьми, которым все-таки, особенно те, которые работают, я хочу... Ну, я думаю, что миллионов, 20-25, и мы бы сегодня смогли бы приподняться как-то, начать деятельность какую-то вести. Сегодня вести деятельность, как говорит руководитель Суздалки, мешают и управляющие, и прокуроры, ну, и погода, конечно. Климатические условия последних лет сильно отразились на казне предприятия. Государство должно и обязано помочь. Ради справедливости надо отметить, что из-за неуплаты налогов Суздалка лишилась госдотации на те же более чем 40 миллионов рублей. В областном правительстве, мягко говоря, считают, что тут дело вовсе не в небесной канцелярии. Создана она не извне, не природно-климатическими условиями, она создана руководителем этого хозяйства. Это Горенов Игорь Николаевич. Дело в том, что в те времена, когда он стал руководителем, ситуация была, на мой взгляд, намного лучше. И при том, что администрация области тогда оказывала меры поддержки и даже были выработаны какие-то определенные меры поддержки для этого предприятия, чтобы оно было платежеспособным, оно все это выполнило. Но, к сожалению, этот человек, имея право на тот контрольный пакет, который ему передал покойный Отец Царству и Небесному, он просто не может им распорядиться, как положено. Сам управлять не может, и управляющего нанять не хотел. А в результате теперь люди страдают. Больше 7 миллионов за должность по заработной плате. Где такое видано, где такое слыхано. При этом, если бы этот человек жил в коллективе, и проблемы в коллективе, это было бы понятно. А когда человек живет сам все в удовольствии, а коллектив страдает, здесь понять никак нельзя. Я вижу проблему в одном. Это в этом руководителе. Надо сказать, что неожиданностью для нас стало признание Игоря Николаевича о его готовности расстаться со своими активами. Я хоть сегодня во всеуслышание, я уйду. Вот поверьте, я думаю, я буду жить лучше. Я найду там 500 гектаров с кем-то, есть у меня брат, который здесь же работает. Мы посеем и будем жить. У правоохранителей, правда, другое мнение по поводу последующей жизни бизнесмена. В настоящее время в Ордынском международном следственном комитете имеется материал уголовно-процессуальной проверки, который неоднократно изучался в прокуратуре района. И в настоящее время рассматривается вопрос, в том числе и дача уголовно-процессуальной оценки о возбуждении уголовного дела. Ну а пока Игорь Горюнов пишет открытые письма депутатам, уже, судя по высказываниям, готовым протянуть руку помощи бизнесмену и отстоять его права. Вот только еще ведь есть народ. Ну, это так, риторика. А коров суздальских никто в обиду не даст. Под нож это я не знаю, откуда и какой ветер думал, чтобы сегодня заверить такие, сказать слова, да кто его допустит, чтобы пустить этот скот под нож. Скорее всего, что конкурсный, который занимается этим скотом, по другому варианту хотел его где-то передвижку сделать, другое хозяйство или предприятие, которое сегодня заплатило. А что под нож, да я не думаю, это никто не даст, ни район не даст ему пустить под нож, тем более этот скот. И сегодня все прекрасно понимают, что за этим скотом-то стоят люди, которые ухаживают. Развязка этой истории еще впереди. 21 апреля состоится заседание арбитражного суда. Мало кто сомневается, что суздальское хозяйство перейдет под конкурсное управление. Андрей Белкин, Геннадий Устюжанин. Итоги недели. Честно говоря, в голове не укладывается, как можно было довести хозяйство, которое еще совсем недавно служило примером другим предприятиям региона, до такого состояния. В любом случае, понятно, что дело на контроле в областном правительстве. И окончательно разрушить Суздальское, конечно, теперь не дадут. Субтитры создавал DimaTorzok